с верой в спорт добрый день это программа сферы спорта микрофона вера власова и сегодня мы поговорим о новом для этой студии да и для программы сферы спорт явлений новом для меня видом спорта виде спорта и будем с ним знакомиться очень очень подробно это скандинавская хазьба наверняка уже многим хорошо знакомы и многие уже наверняка попробовали на себе что-то такое передо мной наталья агафонова президент федерации скандинавской ходьбы кировской области а также тренер пфо русской школы скандинавской ходьбы города санкт-петербурга и руководитель школы скандинавской ходьбы в городе кирове здравствуйте наталья здравствуйте вера так много у вас полномочий так много должностей давайте разбираться да во первых объясним слушателям что же такое скандинавская ходьба чем отличается от обычной ходьбы но наличием палок то есть в принципе скандинавская ходьба скандинавская ходьба это ходьба с палками специальными вот только прошу не путать там наличие лыжных палок да и так далее потому что лыжные палки все-таки они по размеру идут до подмышек и выше до в зависимости от техники ходьбы у нас палки идут самый такой надежный способ это практически да это когда берешь палку в руки опираешься землю у тебя в локте должен быть 90 градусов то есть она должна быть значительно короче чем лыжная палка обязательно да да потому и чем выше палки тем больше нагрузка на сердце поэтому об этом не пишут в интернете да все говорят вау как здорово берите палки идите поэтому ноги путают и там бабушка достала внуковые лыжные палки где-то вот и пошла это на самом деле печалька вот надо соблюдать это дело потому что ну никто не знает что чаще всего никто не знает как у него в каком состоянии сердечно-сосудистая система тут важно это понимать и когда приходят новички мы более того рекомендуем даже чуть пониже палки установить брать телескопические делать на 5 сантиметров ниже от положенного уровня и начать заниматься с пониже размером вот для того чтобы освоить технику что касается способа захвата палки вот там есть специальная такая лямочка да и рукоятка темляк там темляк это точно так же как у лыжных да то есть здесь ничего не меняется вот смотрите у современных лыжных палок тоже темляк есть на это такая полуперчатка когда просто лямочка но с просто лямочкой вообще неудобно ходить и технику с ней не отработать то есть если вы видите в магазине что написано палки для скандинавской ходьбы там просто лямочка настоятельно не рекомендую потому что это все-таки пережиток лыжных палок и более того несовременных то есть современные палки переделали да просто просто переделали и вообще тут недавно заходила в один магазин там вообще производитель который занимается в основном производством костылей да он начал тоже делать палки для скандинавской ходьбы увидела такие палки у одной женщины попросила попробовать там хотя в метров десять пройти но реально ощущение что идешь с костылями то есть просто производитель переделал рукоятки и вроде ходите да ну популярно же сейчас почему-то тяжелые и тяжелые и брякают но вообще много всего то есть ну сами представьте да человек производство настроено под одно да он взял там и начал делать свой спортивный инвентарь но какой москортиза вообще ясно дальше идем по тяжести мы тоже сказали что должна быть легкая наверное да очень да то есть если смотреть допустим алюминий да то палки должны весить это примерно грамм 400 420 это обе пары то есть по 200 грамм каждый ну где-то да примерно вот если брать карбоновые они еще легче но не там более такие более прочные так далее вот но в принципе оптимально взять алюминиевые цена качества и еще одна деталь немаловажная для палки как для лыжной так и для скандинавской ходьбы конечно же то самое стрелок который впивается в землю помогая создавая вот эту вот опору да как оно должно выглядеть ну вот смотрите если смотреть лыжные да то там коготь да вот форма когтя цепляющийся да да у нас все таки рекомендовано все таки брать с шипом почему с шипом ну вот представьте да лыжные палки зима мы в зимних ботинках на лыжных они достаточно прочные а летом мы в чем ходим мы же ходим там в сандалиях или в легкой обуви да соответственно можем просто ногу поранить поэтому по технике безопасности рекомендовано все-таки выбирать палки с шипом и еще один момент шип желательно брать с победитовым наконечником этот металл не сотрется у вас если там будет просто железо железо стирается буквально месяцев за шесть за восемь у кого-то еще быстрее тогда палки на выброс хорошо так еще раз значит обращаем внимание при выборе палок лискандинавской ходьбы то есть чего мы решили сегодня начать во первых она должна быть легкая должна быть короткая то есть чтобы локоть угол локоть составлял 90 градусов лучше брать телескопические ими можно регулировать высоту потому что если мы чувствуем себя чуть похоже например да но выйти хочется прогуляться соответственно установить чуть пониже палки то есть мы регулируем нагрузку соответственно рекомендую брать телескопические особого вида рукоятка должна быть на форма эргономическая не путайте с трекинговыми палками там рукоятка громоздкая у нас рукоятка не громоздкая она такая достаточно эстетически красивая и правильная для ходьбы для того чтобы делать руку заводить назад за линию тела и третье момент на что обращу внимание это как раз острие на то есть в виде шипа да и еще наличие темляка обязательно не просто лямка темляк и темляк желательно чтобы была система quick lock систем быстрого отстегивания это тоже по технике безопасности важно то есть мы там переходим дорогу или идем по лестнице палки нужно отстегнуть взять в одну руку вот переходим как раз к следующему моменту подготовительному к началу нашей ходьбы скандинавской это пространство это поверхности по которым можно ходить вот по методу скандинавской ходьбы где это можно делать делать желательно где-нибудь в парковой зоне конечно идеальной поверхностью будет грунт вот ну так же какие для бегунов в общем-то да но не желательно ходить вдоль трасс вдоль дорог и там где много загазованное место то есть вот мое например любимое место это набережная александровский сад и конечно же порошина то есть набережная там все-таки не грунт там еще асфальт но там такие виды особенно это компенсирует особенно 5 утра пока еще безлюдный рассветный очень волшебно обувь допустимая для скандинавской ходьбы я кстати тут недавно мониторила опять сейчас уже даже появляются кроссовки для скандинавской ходьбы ты же разработали да прям радует там все то что я люблю все то что я хочу видеть в кроссовках для своих тренировок обувь должна быть обязательно с мягкой подошвой амортизирующая но не тонкая да потому что камешки там могут где-то встречаться и так далее что еще до амортизировать должна дышать должна если брать зимние то желательно брать обувь на мембране не скользящую не скользящую да ну и счет вот бывает рифленность за вот это протектор да протектор желательно брать чтобы там была какая-то что-то типа елочки не просто допустим полоски поперек или вдоль а именно елочки чтобы можно было делать комфортное упражнение да ну и переходим к технике как лучше на голодный желудок после еды наверное не стоит все таки мне кажется да как любым спортом заниматься да подождать лучше но если очень хочется то очень-очень медленно перекатываясь с низкие с низкими палочками да да чуть пониже устанавливаем но на самом деле конечно как и в любом спорте вообще все зависит от цели да что мы хотим от скандинавской ходьбы и это у нас первоначально что мы спрашиваем наших нордиков которые приходят на тренировку да что вы хотите от скандинавской ходьбы вы хотите добавить движение в жизнь вы хотите не знаю похудеть или вы хотите там остеохондроз с хондрозами поработать или у вас грыжа и вы хотите облегчить что-то или сахарный или диабет или там не знаю давление хотите нормализовать да то есть ну много на самом деле результатов всяких и к ним приходим мы бывает так что даже неожиданно да например у меня был случай когда была женщина в таком солидном возрасте она очень мало спала полтора часа спит просыпается спит просыпается вот через полтора месяца тренировок полтора два она уже стала спать по 5 часов не просыпаясь через 4 месяца она нормально спала 7-8 часов то есть представляете если человек не спит да вот полтора часа спит просыпается он находится в состоянии стресса постоянным соответственно реакция организма соответствующая она пила таблетки горстями сейчас она пьет только витаминки здорово молодец итак какой эффект нам в связи с этим дает скандидантская ходьба в зависимости от начального состояния поставленной цели эффект мы можем добиться ну любого я бы сказала занимающийся у нас от трех лет до бесконечности вот и детям рекомендованы и семейные тренировки есть поэтому давайте от и до от улучшения физического состояния да до похудения каких-то физических достижений да да можно реально прокачать фактуру тела причем она будет красивой не перекачаны в каких-то отдельных местах это будет все очень гармонично тренировки без боли поэтому тело не сопротивляется идти на следующую тренировку но в то же время у нас достаточно много упражнений и у нас участвуют тренажёры то есть например если брать тренировки по фитнесу они длятся почти два часа там работает все это медыхательная гимнастика и и растяжки и силовые пресс спина все что угодно ягодицы все все это все с палками но ходьба у нас идет как кардио нагрузка как разогрев мышц и потом тренажеры лестницы давайте про механику поговорим потому что тем кто не сталкивался напрямую с скандинавской ходьбой сложно понять на самом деле вроде бы просто иду ну да палки еще в руках несу да почему от этого настолько улучшается состояние почему это настолько увлекает все группы мышц улучшает кровообращение составляя сердечко хорошо работать функционировать как как это все взаимосвязано расскажите потом еще столько удовольствия телу что человек подсаживается говорит блин я больше ничего не хочу кроме этого чем секрет если говорить о технике да какие ну есть особенности в первых палки не должны выходить вперед всегда упор палок идет в конце шага то есть они идут под наклоном если посмотреть форму резинового башмачка который идет для асфальта то она идет скошенной формы дальше у нас руку руки должны заходить за линию тела то есть не просто дошли до бедра и вернулись а именно ушли за линию тела также нужно делать небольшой разворот в плечах то есть грудная клетка верхний плечевой пояс должен разворачиваться то есть такая в пояснице получается небольшая скрутка шаг перекат с пятки на носок очень важно научиться включать и прям осознанно отталкиваться большим пальцем есть такое понятие как анатомические поезда и вот когда мы отталкиваемся большим пальцем мы включаем ягодичную мышцу вот секрет и величная мышца должна обязательно работать потому что это опять таки связано у нас с крепостью брюшной стенки с мышцами пресса класс часто когда дома занимаются девочки мальчики бывает такое что вроде бы допустим этот же пресс качает но качает не те мышцы и появляются боли поэтому важно изначально сходить к специалисту конструктору либо в зал либо к нам и понять какие мышцы должны работать поэтому самотренировки то хорошо но после консультации да безусловно безусловно и так за счет того что действует получается все части тела зависит практически все мышцы за счет этой вот механики которую вы сейчас объяснили даже лицо работает том что ты идешь широко улыбаешься широко улыбаешься и мы еще говорили за эфиром о том что не только можно широко улыбаться но это пожалуй единственный вид спорта может быть ну да как вид спорта все таки единственный во время которого еще можно спокойно разговаривать собеседником это даже приветствуется расскажите об этом талия на самом деле когда мы идем и разговариваем да если мы не задыхаемся значит у нас темп нормальный а если мы идем и задыхаемся это у нас как индикатор уже да соответственно нужно сбавить темп поэтому когда человек идет самостоятельно самостоятельная тренировка соответственно рекомендую хотя бы ну какое-то через четверостише периодически проговаривать и чувствовать проверять себя да такой самый контроль забегая вперед если мы говорим о соревнованиях по скандинавской ходьбе неужели в процессе соревнований тоже можно идти и говорить соревнуясь тут конечно уже другое когда хочется быстрее приближать нет нет соревнованиях конечно там уже идет все быстрее все быстрее там уже не до разговоров там если кто-то начинает говорить это это уже умышленно это уже просто отвлекают людей ага заговорить зубы да и заставить остановиться поэтому поэтому конечно там нужно соблюдать технику там нужно выстраивать дыхание для того чтобы как раз прийти вовремя да в какое-то свое свое время уложиться и получить хороший результат а в соревнованиях там нужно не разговаривать там нужно следить за дыханием угу через растущими или каким-то другим образом дыхание интим шагом для вас чтобы успокоить уже в конце например да да Это прошёл финиш, соответственно, хотя бы метров 20-30 идём 3 шага вдох, 4 шага выдох, 3 шага вдох, 5 шагов выдох. То есть успокаиваем дыхание, медленнее идём, 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 успокаиваемся. Это будет безопасный выход с нагрузки. Да, и ещё укажем, что скандинавская ходьба, помимо того, что можно разговаривать в процессе тренировки, это ещё прекрасный семейный вид спорта и компанейский вид спорта. Да, да. У нас, когда собираются девичьи группы, да, и особенно вечером, это же вообще благо для мужа, потому что ты и потренировалась, и наговорилась, пришла домой, счастливая, натренированная, выговорившаяся, уже всё спокойно. И причём вот вечерние у нас тренировки, они у нас называются антистресс, потому что за день, когда у тебя накопилось, да, ты вышла в парк, потренировалась, это вот отмечают буквально все 100%, как будто бы вот усталость вся ушла, ты приходишь, у тебя есть силы приготовить, у тебя есть силы постирать, и более того, это очень крепкий сон, то есть качество сна другое. Это ты поспишь там даже эти 6 часов, к примеру, да, но как будто бы 8 выспал. Бывает такое, что 9 проспишь, и как будто побиты, да, а тут как раз качество сна, оно улучшается. Поэтому вечерние тренировки тоже хорошо, это для тех, кто утром не может, в 5 утра, к примеру, проснуться к нам, приехать на тренировку. У вас в 5 утра бывает тренировка. Да, с 5.30 первая тренировка фитнес. Для тех, кто рано работает, в 8 утра, наверное, очень полезно. Да, у нас как раз такие и приходят, то есть они сначала потренировались, и более того, там вот на набережной в это время очень много народу, на тренажёрах буквально нет места, потому что кто-то бегает, приходит на тренажёр. Ну, отзекировщение, прям гордость доливает. Да, с утра их прям видно, и там не то чтобы там бабушки гуляют, да, там действительно молодёжь, там сильные ребята приходят, прям приятно потренироваться, красивые девчонки спортивные приходят, вообще взглядение. Приходишь, тренируешься вот рядом с ними, и просто кайф. Ну, там общаемся, всем привет, потом всем классного дня, там тренажёр у нас местная такая. Да, 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 вместо коммуникаций новых. Да. Ну, давайте постепенно переходить к повестке нашего сегодняшнего дня, мы не только о самом принципе скандинавской ходьбы хотели поговорить. Давайте, Наталья, с вами плавно так вот перейдём к 10 августа. Планируется большое мероприятие, очень важное для Федерации скандинавской ходьбы Кировской области. Это первый межрегиональный командный чемпионат по скандинавской ходьбе. Правильно я звучала? Да, всё верно. 10 августа – это общероссийский день физкультурника. И так как мы сейчас уже стали Федерацией, а не просто школой, да, Министерством спорта, в частности, Анна Александровна нас поддерживает. Анна Александровна, Министерством спорта. Да, да, Анна Александровна. Вот, нам было предложено сделать площадку в день физкультурника. Ну, конечно же, мы не отказались. Мы выбрали для себя локацию, это Порошино, потому что там уже всё размечено, там уже всё, можно сказать, готово. Вот, администрация Порошина нас поддерживает всячески, прям огромное им спасибо за это. Вот, поэтому, да, чемпионату быть. Причём, почему командный чемпионат, сколько мы уже побывали, поездили, в основном идут индивидуальные зачёты. Бывает, что до командных зачётов даже дело не доходит. Поэтому мы решили, что Кубок Вятки будет ежегодным и будет именно командным. Сейчас у нас уже зарегистрировались команды из Нижнего Новгорода, из Перми, из Ижевска, Подмосковья. И у нас сейчас раздумывают москвичи, думают приехать, и Сыктывкар. Класс, география большая. Для первого? Киров и область, конечно, у нас уже в составе. Мне естественно. Причём самые первые зарегистрировались, село Косино Зуевского района. А почему именно село Косино? А там очень зажигательная у нас женщина-инструктор, Марина Алексеевна Панкратова. Она прям очень-очень организаторская. Я говорю, блин, далеко вы от меня живёте. Но Косиноцам повезло, да. Повезло. А сколько там в Косиноцах, может быть, вы знаете, сколько там населения, какой процент занимается, сколько людей занимаются ходьбой? Немного. С таким-то организатором? Немного. Она недавно только уволилась, поэтому пока немного. То есть недавно только началась заниматься? Занимается она давно, просто коллектив у неё, скажем так, свой, нордиков был небольшой. Ну, я думаю, сейчас она немножко отдохнёт от работы и, соответственно, начнёт. Вот, кстати, почему нордик, расскажите? Ну, как у нас же из Финляндии всё пошло. И вообще, если говорить скандинавская ходьба, можно сказать нордическая ходьба, финская ходьба, северная ходьба. Вот это всё об одном и том же. Замечательно. Дальше про чемпионат давайте поговорим. Как он будет проходить? Где мы уже поняли, что это порушено? Как раз то самое грунтовое покрытие, которое идеально подходит для скандинавской ходьбы. Как мероприятие будет организовано? Сколько будет участников? Пока не скажу. Планируется у нас 150 участников и порядка тысячи гостей. У нас есть команды, которые клубные, допустим, занимаются там хору бабушек, они решили выступить. У нас есть корпоративные команды, у нас есть семейные команды. И есть именно такие уже, скажем, специализированные, которые уже в школах скандинавской ходьбы из других городов. То есть прям школами приезжают к вам? Ну, посылаются, скажем так, своих в разведку, потому что вообще российский день физкультурника, он же везде. Поэтому все такие, как так, почему этот день? Я говорю, а почему бы и нет? Я говорю, что у вас там? Я говорю, давайте, давайте, я говорю, зовите своих. Всегда очень интересно узнать, если, конечно, это не секретная информация, вы сказали о корпоративных командах. То есть априори это те предприятия, которые во главе спортивного движения корпоративного Кировской области уже почувствовали значимость для своих сотрудников от подобного рода активности скандинавской ходьбы, поняли, осознали, что для сотрудников спорт – это залог жизни, увеличение трудоспособности, активное долголетие. Предприятия, сотрудники не болеют, иммунитет повышается. Выходят на больничные и приносят предприятию долгие и очень хорошие доходы. Что это за предприятие? Можем назвать сейчас? Я могу сказать о нашем спонсоре. Это санаторий Митина. Они будут выставлять свою команду. Они к скандинавской ходьбе изначально, вот я 7 лет назад начала заниматься, они сразу же отнеслись к ней серьезно. У них, помимо того, что это такая процедура, которая участвует и для детей, и для взрослых, они сразу закупились хорошим, правильным инвентарем, то есть они не стали дешевить как-то, увиливать и так далее. Как это часто бывает, там пообщаешься, говоришь, ребят, у вас люди солидные приезжают, возьмите нормальный инвентарь, там есть производитель. А сколько, кстати, извините, что перебиваю, стоят хорошие палки? Ну, скажем так, средняя цена таких нормальных палок 2,5. Не очень дорого. Не очень дорого. А сколько они прослужат? Вечность. Тогда очень недорого. Очень недорого. Для вечности это очень недорого. Ну, у меня вот, например, 7 лет таким палкам, им вообще сносу нет. Там хороший победитовый наконечник, там нормальные темляки, то есть, ну, все хорошо. Там бывает, что вот эта система квиклок, она на пластике, она ломается на производитель. Ну, и легко заменить. Да, не то, чтобы даже заменить, производитель просто автоматом высылает те новые. Серьезно? Да, производитель полностью, ну, уверен в своем качестве. Класс. Поэтому, если вы в магазине видите, что гарантию вам дают 2 недели, то, ну, задумайтесь, что заложено в эти палки. Потому что в наши заложен год, и, в общем-то, нам хватает уже 7 лет. Ничего не делается. Да, надо полагать, раз, как вы сказали, участвуют и семейные команды в том числе, то очень большой диапазон, диапазон взрослой для участников. Это от скольких лет до скольких лет? От 3 и выше. От 3 и выше. Выше до бесконечности прямо можно? Ну, у меня самому старшему, занимающемуся, 94 года. Обалдеть. 94. Какие дистанции этот спортсмен преодолевает? 3 километра спокойно. Ну, конечно, начиналось все с малого. И на самом деле, если убрать палки, он не пройдет столько. А с какой дистанции начинал? С километра. С километра. Ну, там 500-600 метров начало было. На самом деле, с палками можно пройти дольше. Это мужчина, как я понимаю. Да, это мужчина. Замечательно. Мужчина, это педагог, причем он необык, там, какой спортсмен, всю жизнь жил там в селе и так далее. Ну, самый обычный человек. Круто. Это очень круто. Будем за него болеть все вместе. Он будет выступать? Нет, на этих не будет. А там какой-нибудь будет, может быть, торжественное прохождение? Вот будет Мастар, да, у нас. Да, у нас Мастарт в 10 утра, регистрация начинается, выдача стартовых пакетов в 8, в 9 у нас уже начнется... Это все 10 августа. Да, в 9 уже начнется концертная программа, в 10 Мастарт, в 11 старт на 3, 5 километров, в час у нас уже награждение. Но закончится все в 4. То есть после награждения, да, будет еще какое-то спортивное, культурное, да, развлекательное составляющее для участников, да? Ну, буквально с 8 утра у нас уже будет играть музыка, концерт будет с 9 до 4. А также параллельно еще, почему до 4, у нас еще будет организована площадка добра. Вот, давайте расскажем об этом подробнее. Мы очень такие все сопереживательные. У нас одна из инструкторов, Яна Хлебникова, уже не первый год курирует девочку свою, скажем так, как сказать, из Ленгасова. То есть и Яна из Ленгасова, девочка из Ленгасова, София Бегунова. И София вот недавно с третьим рецидивом онкологии попала опять в Москву. Борется она с своей болезнью буквально с полутора лет. Сейчас ей уже 16. Операция где-то тут на днях должна пройти. Но сколько еще времени нужно будет восстановления? И на самом деле все там очень тяжело. Поэтому, да, сопереживаем. И вот решили, что чем сможем, тем поможем. Вот эта площадка добра, она как раз нацелена на то, чтобы собрать максимально возможное количество. То есть будут у нас билетики добра. По билетикам добра можно зайти на площадку, поучаствовать в лектории, в мастер-классе. Там, не знаю, еще в чем-нибудь. У нас, например, санаторий Митина. Они будут проводить и по терапию, по билетикам добра. С людьми. Да. Вообще я хочу сказать еще про санаторий. То, что у них единственная официальная процедура и по терапии в Кировской области. Об этом мы еще с ними, наверное, подробнее поговорим, потому что очень интересная тема. То есть можно помочь на площадке добра тем, чтобы приобрести билетик, да, либо перечислить средства просто, да, на указанную счету? Можно, да, мы поставим ящики обязательно. Еще что у нас там будет интересного на площадке, будет просмотр фильма. Да, извините, перебью. А у билетика фиксированная стоимость или кто сколько? От 50 и выше. Кто сколько хочет, да. Будет просмотр нашей вятской сказки «День Красной Луны». Мы договорились с Еленой Бронниковой, что мы покажем этот фильм, и средства будут тоже перечислены Софии. Итого, какие площадки можно будет посетить? То есть помимо концертной программы, которая будет на сцене на главной мероприятии, вот уже с 8 утра получается до 16 часов дня, какие площадки еще по билетикам можно будет посетить? Лекторий, да, вы первые назвали, что на нем будет? Лекторий будут разные. Вообще, если смотреть общую тематику, то все будет под названием, или, скажем так, под единым девизом «Ведем здоровый образ жизни экологично». То есть мы будем об этом говорить, и о разделении мусора. Приглашали, ну и приглашаем, не знаю, как еще, договоримся, не договоримся, о хлебе на закваске поговорить, да, как вообще, что это такое, почему он полезен. И на самом деле это все несложно. Вот сама давно этим увлекаюсь и понимаю, насколько это, ну, вообще вкусно, да. Дружим там с Сергеем Колотовым, тоже он рассказывает иногда, делится своими какими-то фишками, вот. Вот, и вот День Красной Луны, конечно, это будет тоже такая одна из изюминок. У нас, к примеру, есть инструктор в Кирово-Чепецке, Светлана Степанова, у нее шикарный голос, она певица, ее очень любит Уралхим. Она исполнит для нас три песни за все это время. Вот, ну, еще думаем, кого, кто у нас еще будет выступать, конечно, готовимся. Замечательно. Да, надеемся, что погода не подвезет, и все будет замечательно. И ипотерапия, да, тоже замечательная вещь. И взрослые дети, да, получается, могут принять участие. Да, 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 да. Лошадки в вашем распоряжении. Да, поэтому до всех призываем, всех ждем 10 августа на первом межрегиональном командном чемпионате по скандинской ходьбе, на который будет очень важная составляющая эта площадка добра. 10 августа, Порошина, приходите, приезжайте. Да, ну и буквально минуточку у нас остается, чтобы мы сказали о том, как работает федерация, уже новоиспеченная федерация Кировской области. Этот год не первый уже для воспитанников, школы, получается, вашей. В школе 7 лет будет в ноябре, а федерация вот у нас только-только. Угу. Ну и в минувшем 2018 году воспитанники школы уже себя проявили, расскажите, как? Да, да, мы ездили на международные соревнования, нас было 11 человек. У нас, скажу так, что средний возраст был 30 лет. Было всего лишь 2 человека, вышедших на пенсию только-только. Ну, это совсем не похоже на них, потому что они задорные, веселые и бодрые. Вот, у нас была девушка, которая выступала на полумарафоне 21 километр, остальные выступали на 5 и 10 километров. В итоге у нас 11 медалей и 4 кубка. Класс. То есть следует ожидать, что большинство наград, большинство медалей на первом командном чемпионате соберут именно наши кировские ребята. Ой, не факт. У нас еще едет и Ижевск прокачанный, и Пермь. Они едут как раз по соревнованиям. Так что, уважаемые кировчане, приходимся балет 10 августа на площадку Добра и балет за наших спортсменов. Посмотрите, как же это все красиво происходит. Какие лица, счастливые глаза, улыбающиеся, сияющие у спортсменов и любителей скандинавской ходьбы будут после прохождения этого. Итак, 10 августа всех ждем в Порошино. Да, а сегодняшняя программа сферы спорт заканчивается, к сожалению, уже так скоро. Наталья Гафонова была у меня сегодня в гостях. Это президент Федерации скандинавской ходьбы Кировской области, а также тренер ПФО Русской школы скандинавской ходьбы города Санкт-Петербурга и руководитель школы скандинавской ходьбы в городе Кирове. Ой, как много всего. Вот, наработали. Да, Наталья, спасибо большое за визит. Надеюсь, что будете еще нам рассказывать про ходьбу. Очень интересная новая относительно для Кирова явления. Будем надеяться, что будет она очень массовая. Спасибо за приглашение. Жду вас в парке. Обязательно будем. Всего доброго. Всего доброго. С верой в спорт.